Оптимистичный интерперсональный профиль, который всегда готов дать шанс и всегда во всех проблемах видит только возможность. Этому профилю очень важно быть всегда на чеку и не впасть в ложный оптимизм. Об этом и обо всем другом мы сейчас будем говорить про профиль 6.3. Поэтому устраивайтесь поудобнее и обязательно проверяйте себя и свое окружение. Кто у вас есть вокруг с профилем 6.3. Так эта лекция станет гораздо более интересной, полезной и ценной про базовый архетип профиля 6.3. Перед тем как посмотреть это видео я традиционно посоветую посмотреть отдельный разбор 6.3 и 3. В этих видео вы получите максимальный подробный разбор ролевых компонентов профиля 6.3. Ну а в этом мы уже будем соединять и говорить о синтезе 6 линии в личности и 3 линии в теле или дизайне. Ну что ж поехали. Каково же жить с сочетанием 6 линии, линии ролевой модели в личности, ощущать себя восходящей ролевой моделью к 50 годам. И 3 линии в теле, то есть самой третьей линии, которая как и в профиле 1.3 постоянно на все натыкается, пробует на вкус, на что-то наталкивается и этому довольна. Потому что пришла сюда тестировать и проверять. В отличие от профиля 1.3, который называют неубиваемые пессимисты, профиль 6.3 называют неубиваемые оптимисты. Хорошо это или плохо? Давайте разберемся. С одной стороны, конечно же, это замечательно. Оптимист, человек, который всегда во всем видит возможность, всегда во всем видит какие-то позитивные стороны, даже если это провал, если это какая-то проблема, если что-то пошло не так. 6.3 все равно сделает вывод, что это лишь этап, это путь к большому успеху. С другой стороны, 6.3 может по-настоящему заиграться и попасть в зону ложного оптимизма. 6.3 может начать воспринимать все слишком как игру, а заигрываться, переигрывать и впадать в такой инфантилизм, ну то есть детское поведение. В этой ситуации 6.3 попадает по-настоящему в большую опасность. Особенно, если у него открытая селезенка, он может просто пропустить тревожные сигналы и попасть в красную зону опасности. Самое первое и самое ценное, что должен научиться делать профиль 6.3, это делать выводы. Если 6.3 делает выводы, он вырывается из этого дня сурка, как герой одноименного фильма. Если же выводы не делаются, если же 6.3 говорит, да ничего, и это тоже ничего, и это тоже пройдет про себя, про свое окружение. 6.3 живет просто как белка в колесе, как действительно в дне сурка, где сюжеты постоянно повторяются, а 6.3 может просто даже годами этого не видеть, не осознавать, поэтому ему крайне важно в данной ситуации на это указать. Профиль 6.3 очень и очень отходчивый, когда ему сделали гадость, иногда просто откровенно предали. 6.3 очень быстро восстановится и будет готов дать следующий шанс, а потом еще один, а потом еще один. Одним из уроков мудрости профиля 6.3 является то, чтобы научиться признавать, что не всегда все к лучшему. Не всегда какие-то события, которые происходят, он может как-то интерпретировать и просчитать замысел вселенной по тому, что сейчас происходит и для чего это происходит. Это очень важный урок, через который профиль 6.3 будет двигаться к мудрости. А так профиль 6.3 классный, веселый, гоняют по этой жизни, все готовы объяснить, советы готовы дать. Универсализации, как пятая линия, особо сильно не страдают. 6.3 воспринимаются людьми достаточно легко и оптимистично. Как они чувствуют себя в дружбе и отношениях, мы поговорим чуть дальше. Однако, конечно же, все атрибуты шестой линии профиля 6.3 тоже присутствуют. И в первую очередь, это глубинная неудовлетворенность, это тоска по потерянному раю. Это тот самый инопланетянин, который прилетел сюда к нам из 2200 года, где уже все хорошо, все налажено, все идеально. И теперь он смотрит на эту жизнь и думает, почему же здесь столько проблем и несоответствий. Конечно же, для шестой линии точно так же все еще характерна объективность, характерна видение людей и доступность видения людей со стороны. Еще одним очень важным уроком жизни для профиля 6.3 является умение отпускать. Вот это вот желание перфекционизма, желание все проконтролировать, желание все сделать в лучшем виде характерно, в общем-то, для всех профилей с шестой линией. Ну и, конечно же, для профиля 6.3 тут тоже нет исключения. Для людей не из самого ближнего круга 6.3 будут казаться отдаленными, немножечко такими прохладными, такими какими-то иными и инакомыслящими. Это нормально для профиля 6.3, потому что шестерка должна и в том числе занимать определенную дистанцию, потому что с дистанции она сможет видеть, она сможет решать вопросы глобально, она может давать тогда такое достаточно обширное видение, как мы уже говорили, на уровне улиц города. Ну а третья линия в теле продолжает сшибать, задевать, тащить на опыт, втягивать в эксперименты, тестировать. Третья линия это все тот же анархист, который любит больше привязывать, чем привязываться, который хочет взаимодействовать с другими людьми и будет это делать в любом случае, который не убиваем, стойк и адаптивен. И конечно же не бегает от жизни, потому что знает, что либо тройка врезается в жизнь, либо жизнь приходит к тройке и врезается в нее. Знаете, у кого самое непростое детство? Думаете, у третьей линии? Нет, у третьей линии в квадрате. Именно так нередко говорят о профилях 6-3 и 3-6, потому что шестая линия живет три этапа и первый этап до 30 лет шестая линия проживает по стратегии тройки. Таким образом получается тройка в квадрате. Это такая бурная молодость, юность с экспериментами, с провалами, с обидами, с разочарованиями, с набором опыта для того, чтобы стать настоящим экспертом. Это, как правило, что-то просто из рук вон, из выходящие. Это может быть вообще кругосветные путешествия, это пожить во всех странах мира, это огромное количество коммуникаций, это большое количество взаимодействий и набор социального опыта. 6-3 просто будет это делать, потому что он, во-первых, живет первые 30 лет по стратегии тройки и тройки. И с другой стороны, надо помнить, профиль интерперсональный, он пришел сюда в первую очередь для людей, для того, чтобы на них влиять, им что-то транслировать, ну и, конечно же, стать к 50 годам настоящей ролевой моделью. Но перед этим, после 30-летия, ну или плюс-минус несколько лет, профиль 6-3 обязательно уйдет на крышу. Уйдет на крышу передохнуть, перевести дух до 50 лет. У него есть эти золотые годы, этот санаторный период, когда профиль 6-3 может действительно перевести дух, осознать полученный опыт, которого было, поверьте мне, очень много, потому что он жил по стратегии двойной тройки. И вообще пожить нормальной, спокойной человеческой жизнью, конечно же, постепенно подготавливая себя к тому, чтобы стать настоящей ролевой моделью. Вообще дизайн человека очень ценен и очень важен для 6-й линии, потому что 6-я линия, посмотрев на себя именно через призму своего дизайна, посмотрев на себя, что и почему у нее происходит, происходило и будет происходить в жизни, гораздо лучше сможет самореализоваться, быть гораздо корректнее и все-таки достичь той самой высокой цели, стать ролевой моделью. Ролевой моделью 6-я линия и профиль 6-3 становится после 50 лет. После 50 лет происходит возврат Сатурна и начинается, если хотите, служение профиля 6-3. Однако это не то служение, где надо что-то делать, куда-то звать, куда-то призывать, кого-то куда-то тащить. Нет, служение профиля 6-3 в том, чтобы быть собой, настоящий, смотрит на тебя, не смотрит на тебя. Всегда соответствие слов и дела, всегда самоконтроль и последовательность слов, опять же действия, всегда консистентность, всегда отсутствие лицемерия. Нужно помнить, что профиль 6-3 другие видят со стороны и 6-3 видит других со стороны также, поэтому скрыть ничего не получится. 6-3 будет прозрачен, либо его назовут ролевой моделью, либо лицемером. Ну а возвращаясь к теме детства и воспитания, конечно же, самая первая, самая главная роль родителей, ребенка, который проживает по стратегии двойной тройки, это вдохновлять, это поддерживать, это отстаивать, это помогать встать там, где ребенок упал. Потому что, с одной стороны, ребенок действительно будет тянуться к опыту, ребенок действительно будет хотеть получить свои мозоли, свои шишки, наработать свою собственную экспертность. И здесь самое главное ему не мешать, он должен это сделать и он сделает это, поверьте мне, хотите вы этого или нет. Либо корректно, либо как-то неестественно и гипертрофировано. С другой стороны, бывшая шестерка, она же постоянно расстраивается. То есть, одна из линий профиля ребенка настоящая тройка, а другая временная. Она не такая стойкая, но она гораздо более ранимая, она гораздо более идеалистичная, она гораздо более ценящая, такие идеальные материи, мыслящая о высоком, о людях, о стратегиях, о перспективах. Поэтому здесь тоже ее нужно подпитывать, здесь тоже ее нужно поддерживать, здесь тоже нужно помогать своему ребенку с профилем 6.3. И объясняя определенные вещи, конечно же, ребенок это по достоинству оценит и отблагодарит самое главное, в первую очередь, дружескими, теплыми отношениями на всю жизнь. Профиль 6.3 в дружбе, как мы уже и сказали, это действительно классные друзья, соратники и товарищи. Почему? Потому что они на позитиве, они оптимистичны, они всегда подвижны, они всегда готовы прийти на помощь. Профиль-то интерперсональный, поэтому 6.3 всегда даст совет, очень быстро подбодрит, очень быстро скажет, слушай, ну даже вот может быть здесь проблема, но зато теперь открылась вот эта, вот эта и вот эта дверь. И в этом, конечно же, 6.3 прекрасный, красивый и незаменимый. Профиль 6.3 не имеет по большому счету фокуса на себе, он настолько интерперсонален, что, ну нельзя сказать, что ему вообще все равно на то, как он выглядит, нет, конечно, но по-настоящему нормально заботиться о себе, профиль 6.3, как правило, не станет, просто нет такого фокуса, нет такой точки приложения своего внимания, слишком много нужного вокруг для того, чтобы это делать. Поэтому друзьям профиля 6.3 крайне важно иногда помочь своему другу с профилем 6.3 позаботиться о себе, лишний раз, может быть, купить себе какую-то вещь, может быть, переодеться, может быть, вспомнить вообще, позаботиться о себе физически, поесть, поспать, помыться, что-нибудь еще. Профиль 6.3 есть такие проблемы и в конце я их обязательно приведу. Однако не будьте слишком наивны. Профиль 6.3 кивает, радуется, соглашается. И, в общем-то, он искренен в этот момент. Но помните, есть и третья линия в теле. И третья линия говорит, да-да, давай-давай, рассказывай мне, конечно, я знаю, что все это полное лажа, и это точно не сработает. Поэтому есть вот этот механизм, он внутренний, он очень скрыт, и на фасад всегда выводится такая дружелюбность, такой оптимизм, такая живость, и это действительно половина личности. Но есть и другая половина, поэтому про нее тоже иногда стоит помнить. Не для того, чтобы как-то съязвить или как-то войти в негатив. Нет, для того, чтобы апеллировать к ней тоже, ведь третья линия это глубокий эксперт, и он знает, что может пойти не так. А согласитесь, периодически и такой совет на вес золота. В отношениях профиль 6.3 точно так же очень по-разному проявляется в зависимости от того, на каком жизненном этапе цикла шестой линии он находится. До 30 лет 6.3 может иметь большое количество партнеров, большое количество отношений. Особенно это произойдет, если шестая линия пойдет именно по стратегии знакомства на одну ночь, и третья линия будет усиливаться, третья линия будет тянуться в эксперименты, создавая и легко разрывая отношения. Потому что третья линия в отношениях она достаточно проста, практична, пока ей интересно, она там, пока она чувствует какую-то новизну, она там. Как только третья линия чувствует, что что-то начинает все застаиваться, как-то подтухать, какое-то появляется однообразие, третьей линии сразу же здесь нет. Она сразу же найдет кого-нибудь получше, поинтереснее, поновее и по совершеннее. Третья линия будет в это свято верить. Причем третья линия в конце отношений нередко обвиняет своего партнера ровно за те черты и особенности, за которые боготворила в их начале и была в них искренне влюблена. Если у 3.6 есть партнер на момент как раз взросления, где-то на рубеж 30 лет, плюс-минус 2-3 года, то эти отношения 90% закончатся. Потому что начнется совершенно новый, другой этап, где по большому счету 6.3 станет вообще-то другим человеком. Найдя партнера и на этом этапе, этапе спокойной, человеческой, комфортной, нормальной жизни с выходом на крышу, профиль 6.3, как правило, проводит с этим партнером достаточно длительное время и доживает до 50 лет. И вот здесь в отношениях будет еще один кризис. 50-летний 6.3 может просто впасть в какое-то возмущение и сказать, я больше не могу терпеть это, это, это и это и закончить отношения. Если 6.3 со своим партнером опять же переходит этот рубеж, то как правило это уже отношения на всю жизнь, потому что дальше отношениями заниматься будет ну вообще как-то не с руки. Нужно быть ролевой моделью. В отношениях 6.3, конечно же, не всегда подарок, неудовлетворенность, нехватка чего-то, какая-то постоянная тяга к более чему-то идеальному, утонченному, возвышенному, высокому, лучшим способом ухаживания и взаимной заботы будут постоянно все так же преследовать профиль 6.3, как и любой профиль с 6.3. Если, как правило, друзья профиль 6.3 видят достаточно оптимистичными, радостными, такими открытыми, то в отношениях профиль 6.3 уже не сможет скрываться. Ведь в отношениях, как правило, человека видно целиком, как есть, без прикрас, потому что тут уже ничего толком не скроешь. Поэтому партнер профиля 6.3, как правило, знает, что люди воспринимают такую оптимистичную, радостную картинку. Но на самом деле, если профиля 6.3 спросить, а ты знаешь, что люди тебя воспринимают как оптимист? И тот скажет, да, конечно, но на самом деле в глубине я другой или я другая. Я очень часто расстраиваюсь, очень часто вижу несовершенство. Я иду по стратегии третьей линии, потому что третья линия это и есть бессознательная, это и есть тело, и от этого никуда не уйти. После 30 лет самый главный вопрос для профиля 6.3, родна эта душа или нет? И здесь это действительно про близость, про такую доверительность, даже может быть и без интимных отношений. Это просто настоящая душевная близость, которая профилю 6.3 с годами и к 50 будет все более и более ценной. После 50 лет 6.3 становится достаточно негибким в отношениях и в своих взглядах. Он уже перестает слушать, он уже как будто бы говорит, хватит, я наслушался, теперь садитесь и выслушайте, теперь я здесь, ролевая модель. Но, конечно же, в отношениях профиль 6.3 достаточно приятен, профиль 6.3 достаточно открыт, заботлив, любит все самое лучшее, стремится к идеальному. Как правило, дома прекрасный порядок и вообще есть такое ощущение, что здесь вообще никто толком-то и не живет. Самое главное, не давать профилю 6.3 здесь сильно загоняться, загоняться по поводу своих опытов, экспериментов, помогать, направлять его и объяснять, почему с ним происходит то и другое. И помните, да, давать ему возможность самому делать выводы для того, чтобы выходить из кольцевых сюжетов, в оптимизме которого и в отношениях профиль 6.3 иногда застревает. В работе и в бизнесе 6.3 очень ценные кадры. Почему же? Все дело в том, что, во-первых, шестая линия это авторитет, это администратор, это человек, который видит глобальное, который может по-настоящему хорошо планировать, по-настоящему хорошо смотреть общим взглядом с одной стороны. И с другой стороны есть третья линия. После 30 лет, к 40 годам, к 50 годам, третья линия становится достаточно мощным и весомым экспертом, потому что она всю жизнь ходила по граблям, всю жизнь набивала шишки. И в той сфере, в которой ее позвали, в той сфере, в которой она сейчас будет самореализовываться и работать, она уже наверняка очень глубокий эксперт, причем не от ума, не от знаний каких-то, которые можно было подчеркнуть в книжке или в интернете, а именно на своем теле, именно на себе, все это попробовав и пропустив, это, конечно же, очень ценные и редкие кадры. Профиль 6.3 это в том числе и бомба замедленного действия. Если на сцену выйдет третья линия, линия, которая является анархистом, которая не любит подчиняться, которая вообще не любит, чтобы над ней было какое-то руководство, то пиши пропало. Профиль 6.3, скорее всего, не удержится и нужно будет все начинать сначала. Профиль 6.3, обладая объективностью, всегда может дать объективную обратную связь. Сработает, не сработает, достаточно или недостаточно. Все ли компетенции сейчас получены или нужно что-то еще. Обладая этой объективностью, профиль 6.3 становится очень практичным, очень ценным, очень реалистичным. И, конечно же, ценность его на рынке труда от этого только возрастает. Ну и стоит помнить, что все-таки профиль 6.3 это глобалист, это человек, который видит очень широко и, как правило, не понят другими. Хорошо понимает 6.3, любые профили с пятой линии в своем составе. Здесь они могут как раз понять, потому что говорят примерно на одном языке и уровень и масштабы их мышления достаточно близки. В творческой деятельности профиль 6.3 обладает объективностью. Объективность дает возможность по-настоящему честно, искренне и взвешенно признать, я это делаю лучше или я это делаю хуже. Вот это произведение искусства лучше вот этого потому-то, потому-то или в том-то и том-то. Профиль 6.3 здесь действительно очень хорош, действительно очень силен. Он может понять, где приложить, где лучше разместиться. Поэтому к нему можно обращаться здесь за советом. Ну а когда 6.3 уже в процессе творения, это достаточно стойкая модель, потому что третья линия, она не про импульс. Есть импульс, хорошо. Нет импульса, все равно продолжаем делать. В чем третья и шестая линии совпадают в отношении опеки и родительства, так это то, что забота идет через безопасность. Безопасность здесь очень важна. Только шестая линия, она интерперсональна, и она готова туда вкладываться, она готова туда идти с максимальной отдачей. Вообще шестая линия толком не умеет заботиться по мелочам, она любит глобально, тщательно подготовиться. Именно поэтому для шестой линии забота это вообще-то большой стресс и большая мобилизация сил. Ну а третья линия будет в первую очередь заботиться о себе. И для нее это, кстати, тоже корректно. Поэтому если вы видите это в реальной жизни проявляющего человека с профилем 6.3, не беспокойтесь, не злитесь и не осуждайте его. Для него это нормально. Гораздо хуже может пойти ситуация, если третья линия почувствует отторжение. Если третью линию будут пытаться завернуть в какие-то рамки, будут пытаться навязать какие-то правила устой, которые она, вообще-то говоря, видала. То тут уже будет не о том, кому первому мороженку съесть и о ком, в первую очередь, позаботиться. Третья линия просто встанет и уйдет. А это в ряде случаев уж, как вы, я думаю, понимаете, конечно, достаточно серьезно. Ну что же, начнем потихонечку закругляться. И традиционно подведу итоги, чего бы я не стал ждать от профиля 6.3. Ну, наверное, самое первое, самое главное, я бы не стал ждать от профиля 6.3 скуки. Да, ущерб себе, может быть, даже встав себе на горло, но 6.3 будет улыбаться и будет двигаться вперед. Будет поддерживать какую-то радостную, приятную атмосферу. При общении, дружбе или, может быть, какой-то совместной поездке. Профиль 6.3 не универсализирует. Он не выдает общие, глобальные рецепты. Это оставлено эволюцией пятой линии. Профиль 6.3 будет заниматься каждым в отдельности, ведь он ролевая модель, которая идет просто своей жизнью. К ней присоединяются, учатся и дальше идут своим путем. Следующая вещь, которую я бы не стал ждать от профиля 6.3, это вникание в детали. Вникание именно в детали, в саму суть, вот это вот ментальное изучение процесса и сбор всех шпунтиков-винтиков, это, конечно же, не сильная сторона ни третьей линии, ни уж тем более шестой. Для самого близкого круга окружения профиля 6.3 я бы не стал ждать, что 6.3 будет восприниматься таким лучезарным, классным, светлым оптимистом, который воспринимается так друзьями. Чего бы я точно стал ждать от профиля 6.3, так это действительно вот этой эмоциональной поддержки. Если я не из самого ближнего круга 6.3, я ее всегда получу, всегда выйду на связь, и получу вот этот заряд тепла, заряд оптимизма, заряд бодрости, и в ряде случаев это здорово, классно и необходимо. Что бы я стал еще ждать от профиля 6.3, это вот этот максимализм. Это уж если 6.3 запрягла и начала делать, стала что-то производить, стала оказывать какие-то услуги, то это будет выше уровня, это будет просто отшлифованное и выпиленное, самое лучшее, что вообще можно сделать в этом деле. В этом я, конечно, не буду сомневаться. Для 6.3 в отношениях я бы стал ждать то, что он будет жить по модели все-таки ближе, дальше. То 6.3 будет открытым или открытый классным, или классный, такой замечательный, поддерживающий, любвеобильный, такой энергетичный, то вообще как будто нет человека, вообще как будто нет отношений. Какое-то просто отстранение, какой-то холод. Эти этапы в отношениях тоже нужно уметь пережить. Ну и, конечно же, как родителю. 6.3 это сумасшедшая мамочка или сумасшедшая папочка, которая будет все пытаться сделать идеально. Вообще вот это вот идеальное отношение, идеальные родители, идеальные друзья. Это, конечно же, абстракции и иллюзии, в которые постоянно будут попадать 6.3, пока не обретут житейскую моду. Я думаю, что теперь мы готовы упомянуть несколько достаточно знаменитых голливудских, и не только, имен, для того, чтобы подкрепить определенные образы, образы проявления архетипа профиля 6.3, и понять его чуточку еще глубже. Имена я просто перечислю, и потом, возможно, приведу какие-то примеры. Это Харрисон Форд, Мэтт Дэймон, Стив Джобс, и латиноамериканский писатель Паула Каэльи. Когда я готовился к этой лекции, я буквально вспоминал, и у меня всплывало в памяти, как, например, Стив Джобс не мог не мыться просто неделями. От него просто стоял такой запах, что все его друзья просто умоляли его это сделать, а он это не хотел делать, потому что у него была какая-то на этот счет теория. Ну, или философский писатель Паула Каэлья. Конечно же, он в свои произведения вкладывал свой жизненный опыт, свои философские наработки об этой жизни, основанные, конечно же, в том числе и на наблюдениях. Его книги полны жизни, настоящего опыта, как будто ты сам проходишь какую-то определенную духовную инициацию. И здесь, конечно же, чувствуется синергия шестой и третьей линии. Я надеюсь, что это видео вам было полезно. Если вы обладатель профиля 6.3, вы что-то узнали о себе, вы укрепились в чем-то, потому что профиль в нашей жизни – это роль. Мы отыгрываем ее, хотим мы или не хотим, верим мы в нее или не верим. Мы просто ее отыгрываем. Ну, а если 6.3 есть в вашем окружении, тогда самое время с ними пообщаться, поговорить. И, конечно же, может быть, поделиться опытом того, как у вас получилось гармонизировать отношения с профилем 6.3 из вашего ближайшего окружения. Я думаю, что это инвестированное время в таком случае 100% окупится и еще и многократно. На этом буду пока завершать. С вами был Николай Экволс. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok